Депутаты Государственной Думы подвели итоги весенней сессии 2020 года. Парламентарии рассмотрели 621 законопроект и приняли 312 законов. Главы фракции на итоговом заседании сошлись во мнении, что сессия была непростой, но насыщенной событиями. Народным избранникам пришлось реагировать на новые вызовы и поддерживать правительство быстрым принятием законов. Обзор парламентской практики смотрите в нашем следующем сюжете. Важное достижение Госдумы в эту сессию – это обеспечение быстрого принятия законодательных решений в период уникального для сего мира явления пандемии коронавируса. Впрочем, не только правительство было инициатором этих решений. Десятки предложений, призванных облегчить жизнь граждан, были внесены депутатами. Одновременно мы столкнулись с пандемией коронавируса. Мировая экономика, российская экономика оказались под ударом. Нам требовались быстрые, но взвешенные, реалистичные решения в поддержку социальной сферы, в поддержку отечественного производства. И такие решения были предложены нашим президентом. С одной стороны, это серьезные меры поддерживания распространения коронавирусной инфекции в России. С другой стороны, меры направлены на поддержку граждан, на поддержку нашей экономики. Многие депутаты отмечали, что на весеннюю сессию пришлось много больших событий, а может быть даже исторических. Это и послание президента, и смена правительства, пандемия коронавируса и, конечно, поправки в Конституцию Российской Федерации. Над всеми этими вопросами активно работали депутаты Государственной Думы. Мы с вами никогда не забудем эту сессию, потому что, оглядываясь назад, мы понимаем, что она была уникальной. Потому что началась эта сессия со смены правительства. Это не каждый год бывает, и не в каждый созыв. Потом мы услышали послание президента и начали работать над поправками в Конституцию. Это огромный пласт работы, мощный пласт. И мы готовились к всенародному голосованию. С одной стороны, в январе мы с вами начинали, разобрав все шесть главных опасностей, и под них принимали соответствующую программу. С другой стороны, если бы мы не уперлись, уже в феврале и марте был бы тяжелый кризис, в результате которого не было бы и сегодняшнего обсуждения проблем страны вместе с правительством. Оперативно депутаты отреагировали на новую реальность рынка труда – удаленную работу. Были подготовлены и приняты в первом чтении поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе, который закрепит право удаленщиков на офлайн-фиксированный рабочий день достойную заработную плату. Больше половины законопроектов за сессию внесли в Госдуму сами народные избранники, в том числе в составе фракции и отдельные сенаторы. Мы внесли 58 проектов законов, это 20%. Депутатов у нас меньше 10, а эффективность работы 20% мы внесли. Мы поддержали горячее питание в школах для всех школьников. Естественно, поддержали увеличение семейного капитала. Принят также закон об использовании материнского капитала при покупке жилья с помощью эскроу-счетов. Теперь у семьи появится возможность направлять средства мат-капитала на приобретение строящегося жилья через эскроу-счета, которые пришли на смену договорам долевого строительства. Кроме того, документ предполагает создание в регионах фондов для достройки проблемных жилых объектов, которые будут финансироваться фондом защиты прав дольщиков, средствами федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов. Главы думских фракций отметили, что сессия была непростой. Однако депутаты работали эффективно и ответственно. Парламентарии вернутся к своей работе после летнего отпуска. Осенняя сессия откроется пленарным заседанием 15 сентября.